Ныне Площадь Свободы, в 1920-м Театральная площадь. Символично, что сегодня заседание Оргкомитета по празднованию 100-летия республики проходит именно здесь, если быть точнее, в Казанской ратуши. Ровно 100 лет назад, в этот день, прямо перед ней, была специальная демонстрация по случаю передачи власти Временному революционному комитету Татарской республики. Как раз знамя 2020 года, декрет об образовании, положение, уникальные документы и исторические символы сегодня в ратуши на экспозиции 100-летия ТАССР. Эта коллекция была собрана специально к вековому юбилею. Как шла подготовка и идут празднования, уже говорят на заседании Оргкомитета. Ограничения, вызванные санитарно-эпидемиологической обстановкой, привнесли свои корректиры в наши планы. Реализация ряда публичных мероприятий была перенесена, но это не повлияло на торжественность и уровень проведенных мероприятий. Это старт празднования юбилея в декабре. Вручение первых медалей столетия, издание специальной монеты, гашение почтовой марки, торжественное заседание парламента, эстафета, флага по всему миру за год. Сотни событий. Вековой юбилей республики стал важным фактором единения и предметом гордости татарстанцев, а также знаковой датой для всей страны нашего общего отечества. Наши театры и оркестры в рамках юбилея побывали с выступлениями уже в 21 регионе страны. Как подарок самой республике это отреставрированные или новые объекты культуры. В 19-20 году татарстан получает более 918 миллионов рублей на ремонт и строительство клубов на селе, создание модельных библиотек, приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств и училищ, реконструкцию театра кукол в городе Набережной Челны. Одним из самых крупных культурных объектов станет строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске. Кстати говоря, об инфраструктурных объектах, то строительство и дорожная работа в республике не останавливались ни на день, а массовые мероприятия только отложены. Все массовые мероприятия, да, мы их перенесли на более поздний срок, мы их все проведем и проведем достойно. Сто лет это новый рубеж. И будут еще новые и еще более значимые проекты. Сегодня вице-премьер Марат Хуснулин отметил, скоро начнутся работы по строительству участка скоростной трассы М-12 Москва-Казань. Он войдет в состав транспортного коридора Европа-Западный Китай. Мобилизовав все силы построить, если от идеи до сдачи такой объект 8 лет реализуется, мы хотим за 4 года его построить. И это еще не все. Мы еще даже не на экваторе юбилея. Главные торжества нас ждут 30 августа в День Республики. Слава Тухман Долин, Марат Зайдолин ТНВ, Казань.